Глава администрации города Олег Черевков встретился с лабутнанскими предпринимателями. Это уже вторая встреча сети-менеджера с бизнесменами. В прошлый раз главными темами разговора стали условия аренды городских земель, стоимость этой аренды, возможность выкупа снимаемых помещений. О чем речь шла в этот раз, расскажет Валерия Туринцева. Для участия в открытом диалоге с властью собрались около 50 представителей бизнеса. Еще на первой встрече Олег Черевков обещал, что общение в форме открытой площадки станет регулярным. Обещание сдержал. Прошел месяц, и городоначальник вновь готов обсуждать волнующие предпринимателей проблемы. Намерение самое искреннее сделать работу администрации города максимально прозрачной. Но и бизнесмены взамен должны принять такие правила игры, а потому быть предельно честными и готовыми к конструктивной работе. Для меня лично важна эта обратная связь. То есть, если я что-то делаю, и, скажем так, весь состав администрации куда-то движется, чтобы я соизмерял, насколько правильно в направлении мы идем, и соответствуют ли те показатели, которых мы хотели бы достичь, нисколько они солидарны вам. В ходе встречи прозвучало около 40 вопросов. Ни один не остался без ответа. Треть из них касалась городского рынка. В любом случае рынок прекратит свое существование. Вопрос по срокам. Сроки, наверное, это будут определены июль-август. Почему июль-август? Потому что людей нельзя выставить на улицу, лишить их, скажем, какого-то естественного заработка. И мы очень рассчитываем на тот торговый центр, который у нас должен открыться в эти сроки, чтобы люди имели возможность перейти из одного рынка к другому. Николай Мургазиев за рынок переживает вдвойне. Там у него два магазина на фундаменте. По словам предпринимателя, строительство этих торговых точек встало в копеечку. А вот о том, что земельные участки под ними нужно оформлять, и вовсе, говорит, не знали, не ведали. Но эти два магазина на территории рынка, как и другие 11, по словам заместителя главы администрации, Игоря Самойлова, в числе временных объектов. Судьба у них одна – сносить, а не помиловать. Кстати, вот такие вот встречи очень помогло бы нам развиться. Если бы чуть раньше сказали бы год-два, что это временно, идите, строитесь в другом месте, территории дали бы, мы уже двигаться начали. Новый рынок не в центре города, так что покупателей будет значительно меньше, переживают торговцы. Если создать для горожан комфортные условия для шоппинга с удовольствием, поток покупателей в новый торговый центр только вырастет, отвечает Олег Леонидович. К тому же ликвидация рынка не приходит администрации, а требование времени. Пора уходить от временных павильонов и ларьков, часто уродующих облик города. А главное – это требование федерального закона, диктующего четкие условия – ликвидировать открытые рынки до 2013 года. Вы поймите, открытый рынок все равно должен быть закрыт. У меня есть решение законодательное, которое до 2013 года, рынок должен быть закрыт. Как вы мне считаете? Нарушить эту законодательство? Три рынка такого типа в округе буквально на днях лишились своего места жительства. Сочтены дни и Лабытнанского. Но кое-какие моменты Олег Леонидович предложил прояснить на встрече с директором рынка Сергеем Киядкиным. Предприниматели предложение поддержали. Алкогольный вопрос вызвал следующую волну бурного обсуждения. Кстати, эта тема выносилась на общественный разговор неоднократно. После депутатских слушаний, казалось бы, все точки над «и» были расставлены, а выводы легли в основу проекта постановления администрации, согласно которого планируется с 1 июня ввести ограничения по продаже горячительных напитков с 10 вечера до 10 утра и совсем не продавать их в дни общегородских праздников. Кроме того, вводятся ограничения по условиям продажи алкогольной продукции. Чтобы не вдаваться в подробности, по своему смыслу они сводятся к тому, что продажа алкогольной продукции будет допускаться только в специализированных помещениях, оборудованных отдельным входом, камерами видеонаблюдения, как снаружи, так и внутри помещения, с возможностью записи и хранения записанной в виде информации в течение трех месяцев. Говорили на встрече также о проведении торгов, многочисленных заезжих ярмарках и, конечно, о перспективах развития города. Информация о планируемом строительстве, плавательного бассейна и дворца культуры для некоторых собравшихся, судя по всему, оказались сюрпризом. Обсудили и планы по благоустройству. Олег Черевко напомнил о взаимной ответственности и отметил, что усилиями одной администрации преобразить облик города сложно. Ведь порой в объекты торговли стыдно заходить, их внешний вид оставляет желать лучшего. На этом же заострил внимание Иравиль Касимов. У всех предпринимателей, которые занимаются торговлей, в торговой точке, поеленочке, магазинах, заключены договора о аренде земельных участков. В которых прописано четко, что необходимо делать, содержать в нормальном состоянии, в надлежащем состоянии. Кроме того, есть правила трудоустройства, которые должны все придерживаться. В завершение встречи глава администрации призвал собравшихся не быть пассивными, чаще обсуждать общие проблемы, подчеркнув, что он всегда открыт для прямого диалога. Валерия Туринцева, Максим Мячин. Программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова